Надеюсь, что сегодня у нас с вами будет плодотворная работа, и позвольте мне немножечко поразмышлять вслух о политике того института, который сегодня я представляю. Инновационные процессы в образовании, они немыслимы без применения информационных технологий. На сегодняшний день вопросы электронного обучения и информатизации образования затрагивают по меньшей мере 9 федеральных законов, различных концепций, стратегий, программ и так далее. Инновационные технологии определяют переход к новым моделям образования и становятся важным аспектом подготовки педагогов к инновационной деятельности. Инновационные технологии в образовании становятся теми сферами человеческой деятельности, которые заменяют новую эпоху и должны базироваться на решениях, стоящих перед обществом проблем. Политика Челябинского института по переподготовке и повышению квалификации работников образования в части внедрения информационно-коммуникационных технологий четко выверена и полностью соответствует принципу педагогической целесообразности. Мы внедряем технологии не ради того, чтобы внедрить, а ради того, чтобы этот процесс внедрения начинался и заканчивался каким-то специальным эффектом, ради которого эта технология создана. Одним из таких проектов стал период апробации контента «Мобильная и электронная школа». В состав нашей образовательной организации входит несколько предметных лабораторий, в том числе в центр ИКТ, это учебно-методический центр информационно-коммуникационных технологий. Входит сайт, адрес нашего центра находится перед вами. Входит три лаборатории, которые отвечают за различные сетевые сопровождения различных образовательных процессов. С контентом «Мобильная и электронная школа» Челябинская область познакомилась в 2014 году, когда мы приняли участие в апробации его как платформы для организации образовательной деятельности общебразовательных школ. И в том числе мы подключили детей-инвалидов, участников проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов». Весь наш опыт методического сопровождения по работе с контентом мы реализуем в совместных проектах с лабораторией, которая отвечает за работу непосредственно с этими детьми. Это лаборатория организации представления педагогической помощи обучающимся и испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ. Лаборатория инновационных образовательных решений, руководителем которой я являюсь на сегодняшний день, курирует несколько научно-прикладных проектов, сопровождает сетевые проекты в сфере образования, развернутые по инициативе института. Но это не только сетевые проекты, связанные с детьми-инвалидами, а это также и сеть научно-прикладных проектов. Очень интересно, для вас будет ссылочка, вот здесь прямо указано, да, эта ссылочка, можете ее принт-скринтом себе зафиксировать, либо ее каким-то образом списать. По этой ссылке в четвертом разделе сегодня для вас будут выложены материалы данного вебинара. Так вот, сеть научно-прикладных проектов – это тот сетевой ресурс, где мы ждем откликов от наших коллег, которые находятся не только на территории Челябинской области, а также и находятся по всей России. Отклик на те инновации, которые происходят сегодня в образовательном процессе. Рекомендую вам в четвертом разделе почитать отзыв школы Фершинпенуаз, которая стала апробатором данного проекта. И на сегодняшний момент очень интересно… Добрый день, коллеги, извините, я уже не буду отвлекаться на ваше приветствие. И на сегодня очень интересно мнение о сильных, слабых сторонах данного контента мобильной и электронной школы. Очень хочется заметить оперативность решения тех или иных проблем, которые связаны с техническими или содержательными моментами. Все те вещи, которые заявляла наша школа из Фершинпенуаза, из поселка Шершинпенуаз, были ликвидированы в течение суток. Это говорит о чем? О том, что на данном контенте, в данном контенте работают люди высокопрофессиональные, знающие свое дело, знающие содержательную линию и умеющие отвечать на те или иные вопросы оперативно. Задачами сети научно-прикладных проектов также является повышение эффективности реализуемых научно-прикладных проектов за счет аккумулирования научно-методических ресурсов, разработка и продвижение продуктов в совместной инновационной деятельности, обеспечение непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогических работников и профессиональная общественная поддержка и экспертиза педагогических инициатив. Рекомендую вам оказаться, окунуться не только в четвертый раздел, но также и оказаться в тех современных инновационных проектах, окунуться в те современные инновационные проекты, которые предлагаются провести на базе нашего контента. Еще вчера, как вы видите, мы обсуждали результаты проекта Департамента образования города Москвы и ЮНЕСКО по проблеме московского образования от плоденчества до школы. И здесь мы уже с вами переходим непосредственно к теме нашего вебинара, почему вдруг геймификация, почему вдруг те дети, которые приходят к нам в образование на сегодняшний день, выражают те или иные эмоции относительно образования. Перед вами вывешены те показатели, которые, ну скажем так, вводят немного в шок, да, посмотрите, у детей 98% тревожности, 93% возбудимости, эмоциональности. Как детей вывести из такого состояния? О чем сегодня говорят ученики в процессе сидения на уроке? Я подчеркиваю, именно сидения на уроке. Мне интересно в школе или мне не дали возможность высказать свою точку зрения, я не понял условия задачи, заданной домой, я понял все на уроке, но мне ничего не понятно дома, и я устал сидеть. Самая замечательная фраза, которую я встречала среди своих коллег, либо среди детей, очень много букв. Вот о чем говорят сегодня те скудные учебники, которые у нас работают на систему образования. Сейчас у меня второй экран отключился, немножко подключим, так, отлично. По версии журнала Write для iPad моментально становится ясным, что достоинством электронных учебников и электронных форм обучения являются страницы по цветности, по яркости, страницы, которые могут увеличивать в размерах изображения, может звучать музыка, проигрываются видеоролики, существует интерактивная инфографика, чувство, которое чутко отвечает от прикосновения пальцев. Почему, скажем, учебник по истории не может быть похож на некое интерактивное взаимодействие с ребенком? Ну, конечно же, фактически, скажем так, единственный аргумент в пользу бумажного учебника и бумажного урока сегодня остается мифический запах бумаги, который все чаще и чаще преследует почему-то меня в общении с нашими коллегами. Что же сегодня означает фраза информационной технологии для ребенка? Смотрите, пожалуйста, 28 миллионов человек сегодня собирают урожай на ферме. На фэмилии ферме каждый день более 5 миллионов человек играют в среднем 45 минут каждую неделю. В целом все население планеты тратит 3 миллиарда часов в неделю на видеокомпьютерные игры. С кем сегодня приходится работать современному ученику? Это ребенок-гаджет, это ребенок-визуал, это ребенок-дивергент и абсолютно аллогичное поколение. Поколение геймеров. Ну, пока я рассуждаю, кто такие геймеры, предлагаю вам поучаствовать в моем любимом трюке исследования на дивергентность. Коллеги, вопрос будет к этому слайду следующий. Перед вами 2, 4, 6, 8 фраз, которые что-то объединяет. Если вы мне сейчас назовете, что их объединяет, вы после вебинара на свою личную почту тут же получите все мои материалы и будете первообладателем этих материалов. Пока я рассуждаю, кто такие поколения геймеров, жду от вас ответа. Благо, дело, у меня экран с ответами есть, с вашими ответами, но вот пока, к сожалению, никто мне не отвечает. Елена Леонидовна, я жду от вас ответа, я буду сегодня к вам очень часто обращаться, это забавно. Поколение геймеров часто демонстрирует настойчивость и способность рисковать в своих играх. Внимание к деталям и навыки решения проблем, то есть все типы поведения, которые в идеале должны быть в школе. То, что мы с вами хотим сегодня получить от ребенка в образовательном процессе, в образовательной его деятельности, это поколение геймеров может нам с вами показывать через те игры, которые, мобильные приложения, которые они сегодня реализуют на своих любимых гаджетах. Ну, к сожалению, пока нет ни одного ответа. Презентацию у вас будет в свободном доступе, можете проверить своих детей, они вам зададут первый вопрос наводящий. Сколько букв в каждой фразе? Если посмотреть внимательно, сосчитать количество букв, то букв у нас ровно 33. Это говорит о чем? Что каждая фраза состоит из определенного количества набора алфавитных букв. То есть это не чушь перед вами написанная, как многие могут себе отметить. Это фразы, которые состоят... Ирина Викторовна, очень интересное слово, я потом его прочитаю, спасибо большое. Это фраза, которая состоит из 33 букв. Это тест на дивергентность заключается в чем? Мы с вами, как правило, видим прямую логику, начинаем вчитываться в текст, а дети наши начинают с того, что ищут, находят, выясняют взаимосвязи текста с содержанием или текста с тем объемом знаний, которым они обладают. На данном слайде перечислены изменения, которые определяются новой социальной ситуацией развития для цифрового поколения геймеров. Геймификация эксплуатирует известное свойство мозга. Ему, нашему ребенку-геймеру, очень нравится получать вознаграждение за проделанную работу. Сегодня, в Сечасе, мы слышим понятие «зачекинился», «словил покемона» и так далее. Совершенно недавно столкнулась с одним из образовательных сайтов, где коллеги предложили участникам своей образовательной организации ловить покемонов на их же сайте образовательной организации образовательной школы. Как вы думаете, дети будут выходить с сайта своей школы? Нет, конечно же, они будут сидеть, вчитываться в новости, переходить по новым страницам, проговаривать какие-то вещи и так далее. Коллеги, я обещаю, что, прочитая ваш чат, обещаю тому, кто ответил правильно, потому что вот сейчас только поступают правильные ответы, тем, кто ответил правильно на мой вопрос по дивергентности, на содержание дивергентности, на определение дивергентности, вышлю материалы на личную почту. Что же мы видим с вами на уроке? На уроке мы с вами видим основные формы обучения, традиционные и групповые. Традиционно мы относим лекции, чтение, использование видео-аудиоматериалов и демонстрацию. И групповые участия в дискуссионных группах, пройти практические действия, обучение, немедленное применение знаний. Данные цифры на этом слайде указывают только одно – меру усвоения материалов, данных учителем, самим среднестатистическим ребенком. Что мы с вами видим очень плачевного. Смотрите, лекционного материала дети усваивают на сегодняшний момент всего лишь 5%. И самое страшное, что наши дети готовы нас с вами слушать всего лишь первые 7 минут. Что это такое? А это означает, что все эти материалы, которые идут свыше 7 минут в виде лекции, детьми не воспринимаются на слух. Они очень хорошо воспринимаются визуально, через слух, через вербальные какие-то вещи. Но лекционный материал, голос учителя для ребенка начинает терять свою актуальность. Зато мы с вами очень видим интересные проценты групповой активности детей. Это участие в дискуссионных группах, практические действия, обучение других, медленное применение знаний. Знаете, я недавно обратила внимание, что детям после определения какого-то введения нового параметра, либо нового термина, нужно дать время на то, чтобы они повернулись друг к другу и перевели мою речь на свой язык. Оказывается, я для современных детей говорю на слишком умном языке. Это не проблема. Это как раз те физиологические особенности, которые нам пытаются объяснить психологи и психологическое сопровождение. Мобильная и электронная школа на сегодняшний день предлагает интерактивное сетевое обучение, взаимодействие для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в которых ученику предлагается активная форма пользования информацией. Современным детям, как мы с вами видим, важно найти самим информацию. Современным детям важно преобразовать и дать ответ. А мобильная и электронная школа дает главный инструмент ученику, это возможность, сформулировать развернутый ответ, который впоследствии прочтет учитель и даст свой комментарий. Тестовые оболочки сегодня, скажем так, это уже не инструмент, который мы с вами используем для натаскивания детей на ЕГЭ и на ОГЭ. Это инструмент находка. В мобильной и электронной школе это экспресс-анализ результатов, но те симуляторы, которые мы с вами виждем на бумажных носителях, они с помощью бумажных носителей невозможно выявить решение и обсудить проблему, с которой сталкивается сам ребенок. А вот большой объем дополнительной справочной информации ресурса мобильной и электронной школы может помочь ребенку не только выполнить тест, но и скорректировать его ответ в течение того или иного задания. Форма современных тестов с элементами геймификации, которые мы видим на ресурсе мобильной и электронной школы, это совмещение ответов по выбору, изображению, привлекает внимание любого учителя, ученика, прошу прощения. Коллеги, мы с вами сегодня достаточно много будем работать на данном ресурсе. Я вам покажу то, о чем говорю. Но вот сейчас мы с вами немножечко должны еще подойти к этой теории, почему вдруг дети на сегодняшний день так активно участвуют. Вообще ученики по своей природе это участники социума. На неврологическом уровне им свойственно воспринимать себя как часть группы и беспокоиться об оценке окружающих. Познавательное желание быть признанным и достичь высокого статуса среди своих сверстников может служить хорошей мотивации, когда речь идет о выполнении того или иного задания. Работая в команде, каждый может сосредоточиться на том, на чем он особенно хорош. Вот для этого мобильная и электронная школа сделала огромное количество спектр, большой спектр инструментария с повторяющимися и с разнообразными заданиями. Кроме получения новых социальных навыков, командные задания могут помочь приобрести также и новых друзей. Это приятный опыт, а людям свойственно лучше запоминать ту или иную информацию, когда она у них ассоциирована с хорошими впечатлениями. Одним из способов стимулирования интереса к обучению являются инновации в области организации учебно-воспитательного процесса. Нестандартные подходы к организации занятий, учитывающие интересы школьников разных возрастов, могут стимулировать те или иные формы актуализации информации. Мобильное и электронное образование – это ресурс, в который очень легко попасть. И я надеюсь, что после нашего с вами совместного сегодняшнего занятия, вебинара, мы с вами встретимся на контенте «Мобильная и электронная школа». На этой картинке представлен вход через логин и пароль, который вы можете получить, учитывая, вернее, зарегистрировав и получив доступ к демо-версии. Общеизвестно, что интерактивные технологии обучения представляют собой процесс, основанный на системе правил организации взаимодействия обучающихся. Применение интерактивных технологий обучения призвано решать ряд задач, среди которых на первый план выдвигаются следующие. Во-первых, развитие коммуникативных УУД, развитие познавательных УУД, обеспечение формирования умения самостоятельно оценивать и принимать решения, и обеспечение релаксации участников образовательного процесса. Конечно же, я сейчас проговариваю о некой форме проведения занятия. Сегодня мы с вами посмотрим эти формы на таком примере, как квест. Вы знаете, что нашу страну захватила, точно так же, как и весь мир, захватила игра квест. Я предлагаю, раз наши с вами дети знакомы с этим понятием квеста, в переводе с английского это означает поиск, предлагаю этот же самый инструмент дать детям на разных этапах урока. Сегодня мы с вами посмотрим квест-карту первого класса по литературе, квест-карту четвертого класса по математике. И по просьбе... Ой-ой-ой, я потеряла. Татьяна, ответьте мне вашу фамилию, дайте. Для кого я писала квест по физике? Татьяна, первая школа, Челябинская область, город Бреды, из города Бредов. Татьяна, я выполнила вашу просьбу, Лариса Анатольевна, квест по химии на сегодня у нас с вами останется на самое-самое вкусное. Я обязательно вам это покажу и расскажу. Почему вдруг квест? Квест это игра. Игру мы с вами... Играть любят все, и взрослые, и дети. На сегодняшний момент квест-карты можно создавать на различных этапах урока с помощью мобильной и электронной школы. Это происходит очень быстро. Честно вам скажу, что я являюсь учителем химии. Меня сегодня, вернее вчера попросили написать квест-карту по физике. И я с таким увлечением вовлеклась в этот процесс, но квест-карту по физике я, коллеги-учитель химии, написала за 30 минут. Зато квест-карту по химии я писала 40 минут. О чем это говорит? Говорит о том, что данный ресурс насыщен разнообразными типами заданий. И на сегодняшний момент у нас с вами существует некоторая классификация квест-игр по таким направлениям. Это квесты в замкнутом помещении в классе, это квесты в музеях внутри зданий и в парках, квесты на местах, на местности, квесты с поисковыми какими-то решениями и так далее. И смешанные варианты квестов. Педагогу, разрабатывающему квест, необходимо определить цель, задачу квеста, целевую аудиторию и количество участников, обязательность сюжета, форму квеста и написать сценарий. Что же такое квест, который может сопровождать образовательную деятельность нашего с вами педагога? Сейчас я перейду в мобильную электронную школу, в свой личный кабинет. Он у меня сейчас подключен. Я вам покажу на различных этапах, каким образом можно реализовывать те или иные вещи. Так, сейчас я подключусь в качестве ученика, в роли ученика. Мне будет доступен ресурс первого класса. Тот квест, который я написала по предмету чтения. И этот квест будет сопровождаться... Так, литературное чтение, прошу прощения, а не азбука. Этот квест будет сопровождать нас с вами в течение десятого занятия. Я не мудрствую лукаво выбрала десятое задание во всех предметах. По-моему, только физика является исключением. И написала квест, не будучи учителем начальной школы. Давайте мы с вами посмотрим содержательный аспект мобильной и электронной школы. Посмотрим преимущества, в чем заключается преимущество мобильной и электронной школы. И после того, как осмотрим данное занятие, я покажу вам, что за квест-карту можно реализовать на данном этапе урока. Во-первых, все занятия распределены на несколько уроков для вашего удобства. Если вдруг вы решили совместить те или иные уроки по какой-то причине, это можно всегда реализовать. Что есть в этом уроке для первого класса? Во-первых, очень хочется выделить основное направление на сегодняшний момент – это содержание диктофона. То есть каждый ребенок может закрепить, прикрепить звуковой файл. Не мне вам рассказывать, что с 2018 года внедряется в образовательный процесс обязательное ЕГЭ по сдаче иностранного языка. И мы должны с вами с первого класса ребенка подготовить к тому, что он должен уметь работать с диктофоном. Вот мобильная и электронная школа, чем она мне нравится, они создают не только материалы своих уроков по федеральным государственным образовательным стандартам, это самый большой плюс, они также смотрят и вперед. То есть появилась такая необходимость прикрепления звуковых файлов и возможность дать возможность детям работать с диктофоном. Оп, с первого класса у нас появляется такая возможность давать детям те или иные ИКТ-компетентные вещи. В данном уроке, я буду его пролистывать и немножечко комментировать, в данном уроке существует несколько прикрепленных музыкальных файлов. Я немножечко дам вам послушать их, сделаю звук чуть-чуть потише. То есть вот на сегодняшний момент, вот сейчас перед вами прокручивается песенка на стихи Плицковского «Цап-Царапыч» – это как раз песенка, которую детям предлагается в виде стихотворения прочитать и дальше с ним поработать. Очень много пословиц, дополнительных материалов. Обожаю вертушки, которые есть в мобильной школе. Они всегда помогают учителям начальной школы разнообразить свой материал. Появляется сразу же задание с открытым ответом по тексту. Очень много иллюстраций, необычных иллюстраций, которые сопровождаются также звуковыми файлами. И если вдруг у детей у вас есть возможность во время урока дать себе, возможность дать себе отдохнуть, вы можете запустить этот файл и очень приятные голосы будут комментировать. Много файлов, которые содержат это интересно, можно разместить рисунки и так далее. По второму интернет-уроку пройдемся, посмотрим, что у нас с вами есть. Есть персонали, есть еще один текст, материал для обсуждения, тренажеры, клуб знатоков, веселая переменка. Обязательно, опять же, прикрепление звуковых файлов и так далее. То есть мы вот с вами посмотрели содержание всего интернет-урока первого и второго к заданию 10. В чем же заключается наша с вами квест-карта для первого класса? Итак, это формулировка неких заданий, цеплялок, которые наши дети при выполнении и прохождении того или иного урока будут отображать в данном листе. Я не настаиваю на форме данной квест-карты, она может быть разнообразна. Я вам показываю просто общие приемы по созданию тех или иных вещей, которые будут цеплять создание, формирование вашего урока. Во-первых, мы с вами видели, что содержит и тот, и тот урок задания к переменке. Я предлагаю детям зайти в занятие 10, интернет 1, веселая переменка, и уже во время перемены начать заниматься, вернее, как меня обвинили на вебинаре компании Intel, перемены для детей. Нет, не заниматься, а поиграть в урок. То есть уже на перемене можно детям задать следующее задание. Отгадайте загадку о домашнем животном, которое будет посвящен наш сегодняшний урок. Если вы хотите заработать 10 смайликов уже перед уроком, то на переменке из кубиков лего смоделируйте одну из отгадок так, чтобы ваше животное было из кубиков одного цвета. И показываю, куда нужно зайти, в какой раздел, это веселая переменка, загадка. Ну, как вы, наверное, уже увидели, мы с вами будем сегодня говорить о кошках. Второе задание, оно уже переносится на урок. Если твое имя начинается на гласную букву, то открой задание занятия 10, интернет урок 1. А если твое имя начинается на согласную, то тогда открой задание 10, интернет урок 2. Если вы обратили свое внимание, то первый и второй интернет урок очень мощно перекликаются. Тема одна и та же. Структура данного урока успешно отражает структуру и дублирует структуру двух уроков. И если вдруг вы захотели с детьми поиграть в гласные и согласные, можно использовать следующий тип задания. Предлагается прочитать стихотворение. И о каком домашнем животном мы будем сегодня говорить? Впиши ответ в клеточке. Вы знаете, что современные дети лучше всего воспринимают информацию через звук. Но мы с вами должны их стимулировать к прочтению про себя, дабы они проговаривали те или иные слова. Это задание очень хорошо на это накладывается. Если ваши ответы совпадают с соседом по парте, нарисуй смайлики друг к другу. Акцентирую ваше внимание, что в начальной школе нужно привлекать внимание детей, да, наверное, и в средней, и в старшей школе, к совместной деятельности, к самооценке и оценке своего партнера по парте. Третье задание предлагаю пообсуждать. Повернись к соседу слева и обсуди с ним, насколько, сколько действующих лиц в твоем его стихотворении. Если у вас разные произведения, то в окошко под заданием запиши сумму чисел ваших персонажей. Если у вас одинаковые произведения, то в окошко под заданием запишите число 0. Тем самым вы определите, да, какие произведения дети читали и о чем можно дальше производить беседу на своем, в рамках своего урока. Все, вы зафиксировали внимание детей на прочтение, на важность этого материала и так далее. Следующее задание подводим итоги, обсуждаем повадки кошек в группе из 4 часов человек и предлагаем поиграть с тренажером в кошачьи повадки. Тренажеров в мобильной и электронной школе огромное количество. Если вдруг вы чувствуете, что теряете внимание детей во время урока, то есть они устали, либо отвлеклись, можно внедрять вот такие вот игровые моменты, когда они переключаются на гаджет и опять же вступают в стадию «я работаю». И рекомендую вам задать домашнее задание, прочитая стихотворение 5 раз вслух. Если тебе оно понравилось, то запиши выразительное чтение на свой любимый гаджет и прикрепи файл и пришли его мне. Спасибо за урок. Коллеги, посмотрите, вот диктофон есть, да, его можно эксплуатировать в индивидуальном режиме, а можно дать ребенку шанс или воспользоваться этим гаджетом, или наоборот не воспользоваться. Дорогие мои, следующий квест, который мы с вами сейчас обсудим, он будет по предмету математика. Я очень быстро перехожу на этот предмет, потому что вижу, что слишком много внимания уделила первому классу, квестов очень много, они будут интересны. И предлагаю вашему вниманию, опять же, десятое занятие по математике, четвертый класс. Почему десятое занятие? Я вам проговорила вначале, да, заакцентировала ваше внимание, чтобы мне не запутаться при обсуждении с вами во время вебинара. Итак, это занятие было посвящено задачам на встречное движение, которые дети, к сожалению, не любят решать. Задачи вообще почему-то вызывают у них, даже слово задача вызывает у них панику. А все происходит почему? Потому что дети визуалы, и им прежде чем вступить в контакт с задачей, необходимо эту задачу прорисовать. Я пока рассуждаю о тех принципах, которые у нас есть, пролистываю вам, дабы показать все возможности мобильной и электронной школы, и заакцентирую ваше внимание чуть-чуть побольше. Обожаю задания. Можно я прям проделаю это задание? Это мое любимое задание на сопоставление. О, я знаю, что в одном часе 3600 секунд, коллеги. Обожаю задачи на сопоставление, потому что эти задачи внедряются в ЕГЭ и ВОГЭ все чаще и чаще, и мы должны с вами учить детей показывать эти возможности уже начиная с начальной школы. Я пролистала вам так достаточно быстро первый урок. Второй урок содержит также веселую переменку, зарядку. Нужно тут еще и попрыгать во время занятия, что-то нарисовать. Обожаю этот ресурс мобильное и электронное образование за качество рисунков. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, задачка по математике, да, и насколько качественно четкий рисунок с теми или иными пояснениями. Если бы вы видели сейчас моих коллег, которые находятся здесь в кабинете, как они прильнули к экрану, чтобы рассмотреть, что это такое. Но напротив каждой картинки есть еще что-то очень интересное. Например, это интересно, отгадая слово, да, задачек на данном ресурсе огромное количество. Но не будем с вами заострять свое внимание. Я думаю, если вы получите доступ к демоверсии, с удовольствием утонете в этом ресурсе и обязательно откроете большинство тех или иных вещей, которые вам будут интересны. Итак, в чем же заключается квест? Если мы с вами посмотрели, квест для первого класса может использоваться в рамках урока на акцентирование внимания детей, то те задания, которые я предусмотрела для четвероклассников, можно использовать как в рамках урока обобщающего, как в рамках урока нового материала и так далее. Я вам показываю просто формы вопросов и формы квест-заданий. Итак, первое задание, если вы помните, для началки я рекомендую начинать с переменки. Обожаю кубики лего и предлагаю детям найти задание, занятие 10 интернет-урок, считаем устно и решить примеры. Если ты ответил правильно на все примеры, то возьми столько кубиков лего, сколько получилось у тебя самое большое, какое у тебя самое большое получилось двузначное число. Сделай на перемене транспортное средство, которое чаще его встречается в заданиях к интернет-уроку 1. Всем вам на сегодняшний момент известна любимая технология российских педагогов. Это технология, которая называется перевернутый урок. Чем вам это не задание для перевернутого урока? Это задание на переменку, для домашнего задания и так далее. Чтобы ребенок вник вообще, либо прочитал тот материал, с которым будет работать. Следующее задание узнаем и изучаем. Просмотри внимательно, как оформляются задачи на встречное движение. Это как раз первый интернет-урок. Запиши любой способ оформления задачи себе в тетрадь. Пиши в плеточке по данным заданиям название транспортного средства, которое используется в этом задании. И выдели орфограмму, как в словарном слове. Я проконсультировалась у своей любимой Алены Евгеньевны Котлеровой. Это специалист по начальной школе, которая работает у нас в центре. Она проговорила, что слово «велосипед» является словарным словом, который дети изучают в четвертом классе. Смотрите, что интересно. Урок математики. А как мы очень мило и интеллигентно внедрили проверку словарного слова. Обменяйся квест-картами с соседом по парте. Посмотри, какие опасные места в этом слове выделил он. У каждого ребенка, возможно, будут разные места. У кого что, у кого какое видение. Может быть, тот согласные буквы выделит, а тот для себя гласные буквы. Я предлагаю детям решить задачку, которая была после оформления задачи на встречное движение. Очень интересная задача. Задача тренажер на встречное движение. Решить задачу, используя рисунок. И детям предлагается в окошечко вписать ответы на задачу. На сколько километров сближаются пешеходы. Обращаю ваше внимание. Хаверзность мобильной и электронной школы в этом задании. Предлагают за один час, за два часа, за три часа, за пять часов. Ребенок очень легко и просто может проколоться. Он может вставить четвертым ответом ответ на четыре часа. А здесь нужно предельное внимание. Так вот, в квест-карту мы его просим записать на четвертом часе. Смотрите. Записали схему, проговорили орфографию, да. Подделить детей на внимание к тем или иным ошибкам. И еще и во время занятия проконтролировали, с нами они решали задачи или нет. Четвертое, третье задание решаем. Я предлагаю детям почти прочитать обе задачи в следующем разделе. Задача на встречное движение. Договориться с соседом по парте, какую задачу будет выполнять он, а какой будешь ты. Начертить рисунок своей задачи и ответить на вопрос своей задачи. Обменяйтесь квест-картами с соседом и посмотри на его рисунок. Он соответствует, по твоему мнению, условию задачи. Задачу мы с вами обсуждаем с детьми. Обсуждаем следующую. Дабы я возвращаю детей. Они у меня потерялись или они со мной во время урока еще сопутствующие каким-то образом взаимодействуют. И задание четвертое. Подводим итоги. Вернись в начало занятия 10 интернет-урока 1. Найди словарь математических терминов. Открой его и прочитай определение о встречном движении. А сколько задачек ты успел решить за урок на тему встречное движение? Мы даем детям еще раз определение, что такое встречное движение. И просим его опубликовать, записать то или иное задание. Но, коллеги, тут самое интересное задание остается на дом. Реши оставшиеся задачи и примеры урока. Посмотри ролик «Это интересно» и смоделируй подобную ситуацию у себя на рабочем столе. Но так, чтобы показать преимущество встречного движения на мосту. О чем я сейчас говорю? О том, что я влюблена в ресурс «Мобильная электронная школа» рассказывать не надо. С тем восторгом, с которым я рассказываю об этом ресурсе, к сожалению... Да, нашла это задание. Коллеги, данный ресурс нацелен не только на предметность, мета-предметность и все остальные УУД, которые связаны с Федеральным государственным образовательным стандартом. Данный ресурс ориентирован также и на внеурочную, и на внеклассную деятельность. Мы с вами очень много проговариваем о безопасности детей на дорогах. Так вот, оказывается, можно встраивать в образовательную деятельность подобные ролики. Обязательно зарегистрируйтесь, посмотрите медиатеку «Мобильная электронная школа». Потому что многие ресурсы вы можете в дальнейшем в своей педагогической деятельности, многие идеи использовать. Детям в качестве домашнего задания предлагаю посмотреть ролик и смоделировать эту ситуацию из их любимых деталей к лего и ответить на те или иные вопросы по встречному движению. Данный ресурс очень четко работает еще на одно направление, которое мы с вами называем национальной региональной этнокультурной особенностью. И здесь мы с вами посмотрим два квеста. Квест по физике, Татьяна, первая школа, город Бреды. Я вам обещала, я написала этот квест, даже с пояснениями для учителя, специально для вас. Может быть, вас это заинтересует. Но прежде чем переходить к данному ресурсу, я вам сейчас покажу физику восьмой класс. Итак, физика, выбираем ресурс физика восьмой класс. Посмотрим, из чего он состоит, этот ресурс. И попробуем с вами с ним поработать. Коллеги, чтобы далеко не уходить, десятое задание. Я остановилась на занятии втором. Термодинамика. У меня ребенок учится в восьмом классе. Термодинамику мы сейчас с ним проходим. Я была увлечена и поражена, насколько просто и легко термодинамику. А самое главное, интересно можно термодинамику преподавать детям в школе. Пока, опять же, я рассуждаю о тех типах заданий, которые есть в мобильной и электронной школе. Вы просматриваете. Здесь все абсолютно интерактивно. Я не буду акцентировать ваше внимание, показывать, потому что понимаю, что время уходит. Здесь очень много материалов по национальному, региональному, этнокультурным особенностям. Это те компоненты, которые мы с вами должны обсуждать в рамках наших уроков. Вот первый урок мы с вами отсмотрели. Все элементы интерактивны. Тестовые оболочки активны. И если вдруг вы выбираете правильный ответ, экран загорается очень приятным зеленым цветом. Я обожаю мобильную и электронную школу за вкусные задачи, как я их называю. Например, решаем задачу, которая называется конфетка. Прочитала очень много сегодня про калорийность еды. Если вы обратили внимание, целый день пью кофе, не кушала. Было очень-очень страшно после этого расчета калорийности. Но опять же, мы с вами говорим, чтобы интерес вызвать у детей, недостаточно только готовить к их ОГЭ. Хотя мобильная и электронная школа написала достаточно интересные симуляторы по подготовке к ЕГЭ и к ОГЭ. И если вы обратили внимание, восьмой класс уже начинает готовить детей к ОГЭ в виде выбора заданий и так далее. Очень много справочных материалов, очень много задачи, очень много изображений, иллюстраций и так далее. Ну, скажем так, пролистаю еще последний урок, да, дабы вам дать насладиться, посмотреть, что это за задание. Посмотрите, восемь тренажеров в интернет-уроке. То есть на восемь вопросов вы можете просить детей ответить в том или ином формате. Огромное количество материалов, которые носят метапредметность и межпредметность. Ну, например, фокусе биологии, да, и вопрос по физике. Изучите изображение, предложите, почему ящерица заняла такую странную позу, и какое отношение к данному вопросу имеет физика. Ящерицу ужасно боюсь, но она на этой картинке очень милая, как сказал бы мой любимый племянник. Что интересно в мобильной электронной школе, и почему я призываю вам получить пароли доступа, это идеи практического эксперимента дома. Об этом практическом эксперименте мы с вами поговорим как раз в рамках квест-карты по физике. Итак, что я предлагаю? Задание на переменке. Заполнить таблицу вопрос-ответ по теме основы термодинамики. На заполнение каждого столбика у вас есть не более трех минут. Коллеги, пока вы читаете содержание тех или иных столбиков, я немножечко вам прокомментирую. Первый и четвертый класс я специально написала под конкретно взятые уроки, чтобы сфокусировать внимание детей на тех или иных элементах. А вот физику и химию я написала квесты, скажем так, на обобщающие уроки, когда дети уже знакомы целиком и полностью со всем ресурсом. Поэтому после того, как ребенок у вас прошел пять уроков, по основам термодинамики я предлагаю ему вспомнить те или иные знания, которые он обладает. Самое интересное, самое любимое мною задание – это на подчеркни, выдели и так далее. Потому что в восьмом классе мы забираем у детей карандаши. А вы знаете, что они любят рисовать? Поэтому я им предлагаю подчеркнуть красным те формулы из второго столбика, которые можно отнести только к теме внутренняя энергия тела, зеленым те, которые отвечают теме температура, обведи черным цветом те формулы, которые универсальны по теме основы термодинамики. Смотрите, уже с переменки мы можем с вами давать детям вариант того, что будет обобщающий урок, и предлагаем им вспомнить то или иное направление, с чем они работали в течение предыдущих пяти уроков. В информации для учителя я вам пишу некие рекомендации по организации тех или иных квестов. Ну, например, к этому занятию я вам рекомендую разделить детей на команды в три человека, если вы увидели, там пять уроков, да, и поставить детей перед проблемой, что пять, это следующее задание у нас с вами, узнаем и изучаем. Откройте все рубрики задания с открытым ответом, задания два, интернет урока один, пять, и выпиши как можно больше интересных фактов и ответов на данные факты. Да, мы с вами видели, что там очень много интересных фактов по данной теме. Что, какую проблему мы ставим перед детьми? Три человека, пять уроков. Как быстро в течение пяти-десяти минут организовать эту деятельность? И подсказываем, что сначала целесообразно распределить уроки так, как им, детям понравилось по тематике, либо по тому, что они запомнили, а оставшиеся два урока разделить по заданиям. И, конечно же, физика, это у нас с вами практическая наука. Я предлагаю, вот обратите свое внимание, здесь я вам прям выделила две рубрики, из двух рубрик сформулировала задание. Исследуй сам на практике и проанализируй ряд опытов, которые тебе запомнились во время прохождения курса на уроке. Сфотографируй или запиши видео этих экспериментов. Выложи это видео у меня на стене ВКонтакте, и чьи эксперименты больше всего будут залайканы. Простите меня, пожалуйста, за этот термин, который меня сегодня очень ругали коллеги, но я не знаю, как сказать по-другому, если мы говорим с вами о молодежи. Именно залайканы. И выиграет та команда, которая получит больше всего лайков за свой эксперимент. О чем мы сейчас говорим? В рамках практикоориентированных курсов поддержки данного курса на мобильной и электронной школе выложено огромное количество не только экспериментов, которые могут иметь место на уроке, но также и домашних экспериментов. Вообще всех учителей призываю подписаться на данный ресурс, зарегистрироваться, получить доступ со своими детьми к своему предмету либо к линейке предметов и окунуть детей на практикоориентированную часть на то, что им пригодится в жизни, то, что может им помочь в дальнейшем. И опять же прошу здесь для самой себя, для контроля выполнения заданий. А от меня вы получите баллы за описание ваших экспериментов. Жду вашу работу у себя в личном кабинете. Коллеги, данная квест-карта, пожалуйста, сильно меня не критикуйте за квест-карты, потому что я вам еще раз напоминаю, я все-таки учитель химии и больше люблю свою науку, но я вам попыталась показать, что данные квест-карты и акценты, которые мы можем с вами реализовывать на наших уроках с помощью геймификации игры, переноса каких-то знаний, детских знаний в игровые моменты, можно легко и просто организовать как в урочной, так и не в урочной деятельности. Ну и последняя квест-карта, которую я предлагаю вашему вниманию, будет посвящена моей любимой химии. Опять же, пока я немножечко вам показываю и рассказываю о химии, я сейчас открою курс химии и постараюсь вам его преподнести на уровне темы. Очень сложной темы, безумно сложной темы для учеников. Это амфотерные элементы алюминий и железа. Так как, скажем так, практикующий учитель, я знаю, с чем сталкиваются дети в своем осознании амфотерности. Это достаточно сложно воспринять. А, скажем так, организаторы и авторы этих курсов смогли соединить два элемента, амфотерных элементов и преобразовать вот в некие уроки, да, в интернет-уроки. Коллеги, вообще преимущество мобильной электронной школы заключается в том, что здесь нет автора привязки к какому-то конкретному учебнику. Авторы данного ресурса, я думаю, намеренно ушли от учебников. Я работаю со многими контентами и могу вам сказать, что меня разочаровывают многие платформы дистанционных образовательных контентов как раз из-за привязки к ресурсам. Конечно же, хочется от дистанционных форм обучения получать во время урока что-то другое, не то, что есть в учебнике. Либо это должен быть универсальный инструмент, то, о чем я всегда говорю и обсуждаю со своими слушателями на курсах повышения квалификации. Должна быть универсальная программа. При переходе ребенка из одного образовательного учреждения в другую образовательную организацию, у ребенка должен быть шанс не перетаскивать с собой кучу учебников, а у родителей не покупать новые рабочие тетради и какие-то вещи приобретать заново, а поддерживать ту систему, которая внедрялась в образовательную деятельность. Вот мобильная и электронная школа как раз отвечает самому главному моему запросу. Мы очень быстро и интерактивно, думаю, просмотрели содержание и предлагаю вам ту квест-карту, которую прописали непосредственно для данного ресурса. Во-первых, задание 1. Это интересно. Прочитайте основные стадии металлургических процессов, на каких стадиях протекают физические процессы, на какие химические, какие металлы производят в самом большом количестве. Коллеги, я специально остановила свое внимание на интернет-уроке 4. Это раздел черной металлургии. Мы с вами привыкли изучать материал сначала. А здесь я предлагаю детям немножко пойти с конца. Для чего нужна металлургия? Зачем мы с вами акцентируем внимание на таких металлах, как железо и алюминий? А оказывается, это просто интересно используется в черной металлургии. Так как я представляю, уральский регион, у нас практически в каждом городе есть заводы, сопровождающие процессы получения, либо переработки металлов. Я думаю, что детей такой вопрос. Я, конечно же, этот вопрос адаптирую под свои детей, под национально-регионально-этнокультурные особенности. Но для вас могу предложить и подобную схему. Клуб знатоков. Откройте все рубрики «Клуб знатоков». Вы видели, что их здесь очень много. Занятия 10. Вы пишите одну окислительно-восстановительную реакцию и решите ее методом электронного баланса. Здесь огромное количество качественных химики. Призываю вас обязательно начать работать с этим ресурсом, потому что более качественного материала по грамотному составлению, подготовке детей к тем или иным контрольным, самостоятельным, проверочным работам здесь не найти. Огромное количество цепочек, эксистенно-восстановительных реакций, заданий, качественно написанные уравнения реакции. Третье задание на практике. Аналитическая химия – это экспериментальная наука. Попытайся выполнить и описать самостоятельно, как можно распознать содержание ионов алюминия в водопроводной воде. Коллеги, здесь очень много подсказок. И если вы просмотрите самостоятельно ресурс, вы увидите эти подсказки. Вы можете детям эти подсказки давать, а можете и мне давать эти подсказки. Пожалуйста, вам самостоятельная работа, которая, опять же, ориентирована на что? На практику. Очень люблю подобное задание, задание-загадки, которые нашли отражение в этом ресурсе. Я очень рада, что данный спецкурс, вернее, не спецкурс, а уроки по химии писал, видимо, специалист высокого профиля. Есть интересные вещи, которые совпадают с тем видением, которое я вижу на своем уроке. Например, царский металл. Найди и выпиши все минералы, о которых мы говорили с вами на уроках. Рассчитывали долю металлов в этих минералах, указывали о них интересное. Подчеркни зеленым те минералы, которые встречаются у вас в нашем родном краю. Осуществляя эту работу, поразмыслия и ответь на вопрос, почему только семья Николая II могла себе позволить посуду из алюминия. Выдели красным маркетером тот минерал или минералы, которые более всего подходят для получения чистого алюминия. Почему? Задачка про Николая, она, наверное, узнана учителями химии из курса того учебника, который мы с вами имеем сегодня под рукой. А вот все остальное – это идеи мобильной электронной школы. Проблема-ответ. Проблема-ответ. На сегодняшний день у нас с вами дети поставлены, ну, скажем так, в условия… Учитель говорит, дети отвечают. А даем ли мы с вами возможность им отвечать? И последнее задание, загадка, которая взята, идея взята из мобильной электронной школы – это домашний эксперимент. Отличным природным индикатором на гидрооксиды железа и алюминия является чай каркаде. Выполни дома эксперимент, заварить чай только из цветков каркаде, налей на дно кружки, не более 5 мл этого чая, это объем столовой ложки. Постарайся примерно столько же налить воды из крана. Это проба 1, питьевой бутылированной воды, проба 2, минеральной воды, проба 3. Сфотографируй все эти пробы и дай совет своим родителям, какую воду лучше всего использовать в буту. А от тебя я жду аргументированного ответа твоего совета. Опирайся на занятия 10, к интернет-уроку 1 и 3. Смотрите, как можно интересно данную квест-карту перенести с урока на наше с вами занятие. Коллеги, я очень сильно огорчена, что мне так мало дали времени пообщаться с вами. Но наше время с вами подходит к концу. У меня на экране остается буквально на каком-то 2 минуты, на каком-то 5 минут. Я увидела боковым зрением ваши коллеги. Квест по биологии есть. Я его выложу обязательно. Он у меня уже есть готовый. Елена Леонидовна, какие требования вы предъявляете квест-карту? Коллеги, я вам всю презентацию по тем или иным вещам, которые мы с вами не успели обсудить. Я вам выложу обязательно у себя в блоге эту презентацию. Вы посмотрите, какие требования есть к квестам. Моих требований нет никаких. Я сама учусь писать квесты только второй год, и я в процессе этих квестов. Но предлагаю вам поработать над материалами самостоятельно. Вы должны продумать сценарий, об этом я уже вам проговаривала. Если интересно, я вам дам ссылочку на статью по квест-листам, по квест-картам. Это и есть целая статья, моя публикация. А сейчас перед вашим лицом, на вашем экране Олимпиада для школьных команд учителей. Вы можете самостоятельно в ней принять участие. И как я вам обещала, при регистрации на мобильной и электронной школе вы получите доступ к математике пятого класса. Все, кто заполнит данную квест-карту, и первый пришлет мне ответ. На электронную почту она указана вот здесь. Точно такой же адрес имеет мой блог. Как только кто-то из вас пришлет ответы на квест, я с удовольствием вам вышлю этот сертификат, предоставленный мне в качестве приза. Коллеги, очень быстро осталась ровно минута. Как можно найти ссылку на мой блог? Дорогие мои, вот она ссылка на мой блог. Все материалы, Анна поддерживает меня, можно будет найти на странице, указанная по демо-версии, по демо-доступу. Вам указывается ссылочка. Елена Леонидовна, какие требования предъявляются квест-картам? Коллеги, ссылку на свою статью я вам сброшу. Нет никаких требований. Уйдите вы от этих требований, уйдите вы в своем общении от такого понятия, как контрольная работа. Я давно на доске пишу, не контрольная работа, а ты это можешь. Нет требований. Играйте. Самое главное, с детьми играйте. Квесты на роках используются только там, где есть компьютеры на всех учащихся или нет. Квест – это листок. Листок путешествия. А вот ресурс, да, желательно, чтобы был хотя бы один на парту электронный гаджет. Но если у вас нет, то мобильную электронную школу очень классно и виртуозно можно использовать в режиме один компьютер, учительский арм на весь класс. Но это уже, наверное, будет у нас с вами тема другого занятия, вебинара. Я постараюсь вам там предоставить какие-то другие материалы, показать вам, как можно разнообразить, где брать квесты по физике или их составляют сам учитель. Татьяна, вот тот квест, который я составила, учитель химии, он был только для вас. Это творческая составляющая самого учителя. Спасибо большое вам за спасибо. Электронный адрес для ваших вопросов перед вами на экранах. Блог перед вами. Анна, если вдруг у вас возникнут вопросы, когда следующее занятие? Спасибо. Татьяна, все вопросы к Анне. Когда следующий вебинар? Ну, всех жителей Челябинской области приглашаю вам в наш институт на наши лекции, на которых я очень много показываю и рассказываю о мобильной электронной школе, о ее возможностях. Анна, нам пора с вами прекращать общение. Да, мы уже вышли, так понимаю, за рамки времени. Расписание вебинаров публикуется на странице. Коллеги, рекомендую вам, как всегда, гениально. Спасибо, Светлана Павловна. А вы уже не первый раз? Или вы вообще мобильная школа? Мобильная школа – это самый, наверное, гениальный ресурс, который на сегодняшний день есть и работает на дистанционное образование детей. Коллеги, спасибо большое. Я после вебинара получаю экселевский документ, в котором есть перечень ваших вопросов и ваши электронные адреса. Если кому-то я не ответила, не обижайтесь, по электронке вам обязательно отвечу. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь на дальнейшее наше с вами сотрудничество. Спасибо большое. Я в восторге от вашей активности сегодня на чате. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.